Добрый день. Сегодня мы поговорим про информационные системы управления данными биологических коллекций. И более конкретно про информационную систему Specify, которую мы развиваем на базе нашего центра мобилизации данных. И у нас присутствуют еще две организации, которые этой информационной системой в России пользуются. И это очень полезно нам пообщаться, обмен опытом и поучиться друг у друга, ну а те, кто новички, поучиться у всех трех уже опытных пользователей в этой системе. Информационная система Specify разрабатывается в университете Канзас. Сначала это был Центр информатики биоразнообразия, точное название его не помню. И сейчас Specify организовал свою организацию, так называемую Specify Collections Consortium. То есть это, наверное, какая-то некоммерческая организация, которая специально создана для развития этой платформы и финансируется организациями, которые ее используют. То есть делают вклад, там есть четыре уровня членства, и кто, смотря на каком уровне, финансирует, значит, ее развитие. Используется информационная система много где, но в основном американская. Ну, я точно сейчас карту тоже не скажу, но много где ее используют, в том числе одни из основных вот этих стейкхолдеров. Сейчас это в Европе несколько крупных коллекций, то есть она уже такая международная вполне система. Вообще информационных систем управления данными биологической коллекции очень много. И вот здесь я какой-то такой пестрый слайд сделала, не совсем он поможет разобраться. Ну, собственно, я и сама не разбиралась в этом, еще пока тут нужно такое образование в сторону программирования, в сторону именно СУБД иметь. Ну, или просто поразбираться поглубже. То есть сравнение этих систем и их какая-то классификация, чем одна отличается другой, я глубокого не делала. Ну, вот примерно здесь я могу так описать. То есть вот здесь вот в левом верхнем углу находятся три информационные системы, которые созданы для управления музейными коллекциями. Музеи такого широкого круга от, значит, там искусства, история, этнография и до биологических коллекций. Когда вот такая очень сложная у музея структура, то, соответственно, информационная система очень много должна включать разных модулей. Ну, вот это вот две иностранные, Аксиэл и Эмо и Профицио. Информационную систему Комес я тоже к этому классу отнесла, потому что это, значит, наша национальная информационная система музеев. И она тоже включает модули для разных совершенно дисциплин, которые входят в музей. Ну, то есть у нас Министерство культуры, вот как раз в отличие от биологического и природопользования, ой, прошу прощения, Министерство природы, оно, Министерство культуры, на уровне министерства создало вот эту систему и поддерживает она, значит, база данных всех музеев. Ну, так тоже свои есть особенности. Дальше перейдем уже к, собственно, биологическим. Вот все остальное – это, собственно, биологические информационные системы для управления, значит, базами данных биологическими. Отличаются они разными вещами. Ну, во-первых, некоторые системы сразу делались под определенные таксономические группы. Вот, по-моему, Брамс – это более ботаническая, если не ошибаюсь. Вот, по-моему, Дарвин – это что-то более зоологическое. Вот, например, Артропод и Зи Капча – тоже для беспозвоночных какая-то система создавалась. Ну, и, соответственно, вот они отличаются. Здесь может быть какое-то различие именно в плане таксономическом и менеджмент, именно и оцифровка именно в связи со спецификой таксонов. Но есть более универсальные. И известная, например, Арктас, известная симбиота, тоже на базе университета Канзас развивалась. И еще одна альтернативная американская информационная система, очень сильно распространенная, особенно среди гербариев. Потом EarthCape – это, наверное, многим из вас известная система, потому что именно на ее основе ECN проходила. Ну, она также сейчас развивается в сторону именно информационной системы управления биологическими коллекциями. Вот Евгений Менке, он недавно говорил как раз, что они будут сейчас выиграли грант и будут работать как информационная система менеджмента коллекций в Кью. Ну, и вот здесь в центре – это две наши национально-российские информационные системы, хорошо вам знакомая Ноев Ковчег, которая изначально создана была для различных коллекций в МГУ. Но сейчас, например, вот гербарий МГУ туда также приглашают другие гербарии из России, из других организаций. Но в рамках грантов РФФИ они работают и цифруют, и размещают на том же самом портале. То есть получается такой уже узел или сеть. Портал уже выполняет такую функцию. Ну, и вот эта тоже система. Это была раньше КРИС, а сейчас ЗЛ называется. Тоже такая же межинституционная информационная система. Изначально для одного института, но потом она агрегировала и приглашала другие организации. И, значит, сейчас там много пользователей, много организаций работает. Ну, а мы, значит, остановились, ну, скорее исторически, так как это пал выбор. Ну, во-первых, просто распространенная информационная система с открытым программным кодом, бесплатно распространяемая. Потом устанавливается на локальный компьютер. Вот так вот я, значит, ну, если оглядываясь далеко назад, когда я просто начала специфаем для своей коллекции пользоваться, в GBIF ее рекомендуют тоже, и работает она близко с GBIF. Поэтому выбор пал на эту систему. И дальше пойдет речь в основном о ней. Хотя вот сейчас еще на этом слайде я еще остановлюсь на организациях в России, публикующих данные коллекции. То есть там я вообще сделала обзор в мире информационных систем, а теперь в России. То есть какие же еще информационные системы используются у нас в стране. Как это узнать, не совсем понятно, потому что портала всех коллекций у нас не существует. Либо он там устарел, которые существуют. И где найти вообще все эти информационные системы, онлайн, коллекции, не совсем понятно. Но вот если посмотреть в GBIF, проанализировать, то 32 организации из там около 150 у нас сейчас публикующих организаций. Так вот, такое количество организаций публикуют именно коллекции. То есть Preserved Specimen присутствует в наборах данных. И если это все проанализировать, то выявляется, что 11 существует информационных систем. Конечно, это мало, их намного больше. Но вот таким способом через GBIF, когда я пошла, то вот так удалось мне это сделать. И вот здесь вот этот график отображает число образцов, опубликованных в GBIF через эти информационные системы, вот здесь перечисленные. И мы видим, что на первом месте Новиков Чек, 2 трети или даже больше. Потом информационная система ZL, которая раньше была Крис. Потом, ну вот есть Microtech. Это вместе со сканером идет, когда, значит, начинают сканировать. Это, по-моему, коллекция CSBS как раз. Вот это, вот этот сектор. Потом Specify, где-то тут маленькая. И, а вот это, кстати, оранжевый сектор. Еще позже к нему вернемся. И вот здесь вот вы видите список еще самых, вот здесь поменьше образцов опубликованных, но самые разные информационные системы. Коллекция ZINA, коллекция IPAE, виртуальный, ну тут я забыла, в Гербарии, БИО, забыла, в общем, акронимы и к каким организациям они относятся. Но неважно. То есть многие организации имеют свои информационные системы, которые публикуют эти данные, в том числе в GBIF. Ну и вывод вот из этого анализа, который я здесь делала, значит, вот это 9% это нет информационных систем, насколько мне удалось узнать. И они публикуют напрямую в GBIF. Либо это информационные системы локальные, например, типа Аксесс. То есть баз данных Гербарии, например, хранится в Аксесс и публикуется просто напрямую в GBIF. Ну и не все коллекции зарегистрированы и публикуют данные в GBIF, это понятно. Что еще следует заключить, что у нас нет распространяемого, то, что называется distributed программного обеспечения для управления биологическими коллекциями. Такого аналога специфая у нас в России нет. То есть спрашивают, почему не национальные, потому что нет такого. То есть если это большая организация, коллекция, которая позволяет себе иметь ставку разработчика такой информационной системы, ну либо грант на разработку, как и в Ковчег, то начинают работать программисты с нуля и создают. Это, в принципе, несложно. Там есть разные СУБД, есть MySQL и разные другие языки программирования СУБД. И это все можно сделать для каждой организации, но это нужны дополнительные ресурсы. Для маленьких организаций и для частных лиц это невозможно. Ну, вернее, если ты программист, то все возможно. Но в том плане, что установка специфайна не требует навыков программирования, это просто установка, как любой программы, это все визуальный интерфейс с помощью вот этого водителя, мастера, который запускает запас установки, устанавливается, и может человек, не специалист, ее установить. Ну, потом, конечно, если более такую систему из нескольких модулей, то дальше она уже устанавливается на сервере, на то мы еще вернемся. И, ну, вот это я уже сказала, что существует также у нас тенденция к слиянию, когда небольшие коллекции, которые как раз вот не имеют ресурса на создание своей информационной системы, они начинают пользоваться услугами крупных организаций, как, например, Ноев Ковчег, который предоставляет, ну, в гербарии, во всяком случае, предоставляет какие-то выделенные там аккаунты для размещения других гербариев. Такое тоже возможно. То есть это, получается, узел такой, там происходит стандартизация, и очень все хорошо. Но вот таким образом все про организации в России, публикующие, использующие разные информационные системы, мы примерно немножко остановились. И дальше я хотела бы просто немножко еще раз, чтобы не слишком усложнять. Давайте подумаем и вообще поговорим о том, что из себя представляет вот эта вот самая информационная система или база данных. и вообще о чем здесь идет речь. Вот самое простое, вот то, что всем знакомо, это вот плоский такой шаблон, таблица, например, в которой вот у нас всего 8 полей, которые вы все знаете. Это поля этикетки любой, любого образца в коллекции, где указывается вид, дата сбора, коллектор, география, местонахождение и так далее. Вот они, минимум набор полей любой этикетки, любого образца. Вот она, собственно, мини-база данных, такая плоская таблица. Дальше, если мы вот, я тут немножко ее повертела, и сейчас начну к ней привязывать некие связанные таблицы. Но на самом деле вид, это не так просто. То есть вид, мы знаем, что он принадлежит таксономической системе, и мы знаем, насколько таксономическая система нам всегда нужна и для анализов, и для всего прочего. И не всегда образец определяется до вида, может он быть определен до таксономических единиц выше. В общем, привязка от вида к системе таксономической создает вот еще одну такую дополнительную таблицу, которая у нас будет вот таким образом связана с нашим таксоном. Ну и агрегация всех таксономических систем мира происходит в нескольких порталах, узлах, такие как Catalog of Life, GBF, Backbone и другие. И чтобы ваша система была в курсе, что происходит в современной систематике, она должна вот либо как-то вручную, либо автоматически через запрос Copy обновляться. То есть мы уже имеем, во-первых, расширение в сторону дополнительной таблицы, во-вторых, с помощью программных инструментов возможность онлайн обновления таксономической информации. Следующий шаг или дополнение, которое я хочу показать, это идет от поля коллектор. Коллектор. Казалось бы, просто. Ну кто собрал и все. Но нет, на самом деле нам важно не только знать, кто собрал, но и какую-то дополнительную информацию об этом коллекторе. Бывают однофамильцы, бывает что-то еще. И всегда коллектор должен иметь еще какую-то информацию. Место работы, афилиации, дата рождения, ворсид. Сейчас в современном мире очень важно. Индивидуальный идентификатор исследователя. И вот она, еще одна таблица у нас появилась. От поля коллектор на самом деле еще одна. Ну и так же, как с таксономическими системами, есть международные агрегаторы всех персоналей, ученых, работающих в области сбора образцов. Вот пример такой биономии, очень полезный ресурс. Следующее расширение, которое я сделаю, оно будет идти от местонахождения. Что такое местонахождение? Это не только указание конкретной точки в районе поселка Шапша, но и связанная с этим информация. Это и координаты, и дата события, и место сбора географического. И вот отсюда место сбора выходит в другую, еще одну систему, тоже похожую на таксономическую. Это у нас географическая система. Это у нас привязка по иерархическим уровням административной или географической системы. И вот она, еще одна таблица географии. Ну а вверх я сделала, увела стрелочку. Это где координаты попадают в поле, ну или в мир ГИС, геоинформационных систем. Всяческие инструменты, системы представления, визуализации, которые ГИС нам представляет. Он может быть и онлайн, может быть и оффлайн. Ну и последнюю стрелочку, которую я здесь для простоты покажу, это история определений. Кто определил, это неоднозначная и нестабильная характеристика образца. Естественно, что меняется не только мнение, меняется и система, и положение таксона в системе. Сегодня он в одном роде, завтра он в другом роде, и перестановки постоянно идут. Поэтому история определений – это бесконечное количество определений с присущими им идентификаторами, кто определил, даты определения, комментариями. Это еще одна дополнительная таблица, которая сюда привязывается. Таким образом, от простой вот такой вот этикеточки плоского шаблона мы перешли и сразу видим необходимость в как минимум еще раз, два, три, четыре, пяти таблицах для того, чтобы описать все интересующие нас характеристики еще более подробно. А на самом деле, если мы еще дальше сделаем немножко шаг, то за историю введения коллекций именно в цифровом виде информационных систем коллекции накоплен большой опыт, какие вообще нужны таблицы. Вот мы нарисовали только пять, а здесь их 177 в специфайе и около 4000 полей. Это все те поля, но некоторые там просто зарезервированы, например, много текстовых полей в какой-то таблице может быть. Но, наверное, около половины из них – это те поля, которые так или иначе пригождаются в процессе менеджмента управления данными биологических коллекций. Это огромный опыт структуры вот этой информации, структурирования информации, который у нас здесь есть. Имеется в виду, что в специфайе внутри информационной системы заложен эта структура, этот опыт, и он постоянно развивается. И этим важно и нужно пользоваться для того, чтобы правильно организовать информацию в вашей базе данных, в вашей коллекции. Ну, там был список всех таблиц, 177 таблиц. А вот так выглядит, например, перечень всех таблиц одной, всех полей одной таблицы. Таблица «Объект коллекции». И немножко вот сюда в неправильном порядке стоят слайды. Собственно, если еще раз простую схему таблиц в специфай показать, то, что мы с вами рисовали, там пытались нарисовать вручную, специфай – это примерно тоже есть. И вот та самая этикетка «Объект коллекции», где несколько основных полей содержится, она связана с несколькими еще таблицами, которые связаны еще, в свою очередь, с другими таблицами и так далее. И вот эти основные таблицы, они здесь вот так показаны. Первая таблица – это идентификации. Вторая таблица – это характеристика препаратов, их физические характеристики, где они хранятся, кем они были сделаны. Характеристика событий сбора, где был собран образец, когда был собран, каким методом был собран. Характеристика персоналии, кто вносил, и атрибуты образца. Это чаще всего какие-то его измерения, какие-то качественные или количественные характеристики образца. Таким образом, мы поняли, что информационная система – это вот такая структура разветвленных таблиц. И именно в плане биологической коллекции информационная система – это уже традиционно выработанная система таблиц и полей, которые так или иначе преграждаются в работе менеджера в коллекции или в работе биолога. Особенно они, конечно, эти таблицы эволюционировали в момент, когда появились молекулярные данные. Очень много дополнительных таблиц, где заполняется информация о молекулярных последовательностях и методах молекулярных. Ну и другие тоже. С появлением новых методов такие информационные системы дополняются новыми таблицами, новыми связями и развиваются в этом направлении, в этом отношении. Следующее, на чем я хотела тоже остановиться, из базовых вещей – это, собственно, для чего? Для чего нам нужны вот эти информационные системы управления базами данных или СУБД именно в отношении биологических коллекций? Во-первых, я уже показывала, что то, что мы уже показали, это из плоского шаблона мы переходим к отношению между полями и таблицами. То есть это схема такой структуры. Во-вторых, информационная система позволяет нам использовать споравочники, тем самым уменьшить время на вбивание информации и уменьшить количество ошибок. В-третьих, мы можем использовать формат ввода данных. Например, такие поля, как дата или геопривязка, это можно задать форматом, то же самое с номером каталожным, но и так далее. В-четвертых, вместо того, чтобы вносить данные в плоскую таблицу, как в Excel, то есть то, что называется портянка таблицы, можно вводить данные в определенное количество окошек, расположенных красиво и названных, то, что мы называем их формой, то есть удобство ввода данных в формы. Шестое. Информационная система позволяет разграничить права пользователей и наделить более продвинутых пользователей правом администратора и новичков, студентов, каких-то менее ответственных лиц, меньшим количеством прав пользователей, таким образом защитить систему от разрушения. Ну, тут седьмой пункт, импорт и экспорт данных. Конечно, информационная система, она должна быть открытой и как импортировать, так и экспортировать. Некоторые информационные системы позволяют делать определенную аналитику, но чаще всего в коллекциях эта аналитика касается скорости использования, эффективности использования коллекции, разного рода транзакций, что куда ушло, на сколько и как часто используется, и сколько образцов, и сколько типовых образцов находится в коллекции. Вот такого рода статистика. Потом во многих информационных системах есть инструменты чистки данных, например, удаление повторяющихся коллекторов, удаление, когда там просто опечатки, ну и работа с координатами и другие. Многие информационные системы сейчас, конечно, имеют модуль для предоставления данных онлайн, то есть так называемые порталы. Информационная система может быть и локальной, но она должна иметь портал для доступа к данным, поиска по ним и возможность экспорта данных вашей коллекции. Ну и хранение самых разных файлов, разных форматов, от фотографий к образцам до документов, каких-то сопровождающих пришедшие эксекаты и так далее. Все это прикрепляется к определенным таблицам, к определенным полям, и файлы хранятся внутри системы, а не разбросанные как-то по директориям на вашем компьютере. Значит, это были важные свойства вообще информационных систем в целом, но и в частности информационных систем управления коллекциями. А сейчас еще более конкретно некоторые функциональные модули информационной системы Specify, наверное, даже не некоторые, а основные. И я сейчас их просто перечислю, а дальше Антонина и Николай, они остановятся на них более подробно еще и покажут, как с ними работают. Вот эта веб-панель верхняя, это, собственно, панель из Specify. Здесь, я прошу прощения, она еще не растифицирована, но пока так. И вот эти инструменты, я сейчас скажу, то есть что, кроме того, что вот эти вот общие свойства, характерные для всех информационных систем и для Specify, а что еще предлагают в качестве инструментов Specify для менеджера коллекции, для любого человека, который будет в нем работать. Первое, ну вот самое первое, это ввод редактирования данных в формах, то есть не в табличку в Excel, а в удобные формы, где уже данные стандартизованы и удобно ими пользоваться. Второе, это работа с таксономическими и географическими деревьями. Это те же самые таблицы, деревья, но они расположены иерархически, и там можно их удобно редактировать, сливать, разделять, добавлять какие-то веточки, новые виды, новые, ну и так далее. Можно ходить по дереву и на каждой веточке смотреть ассоциированные с ней образцы, собранные и так далее. Следующий функциональный модуль, это печать разных, значит, документа оборота разного, но в первую очередь это, конечно, этикетки, потом затем это накладные о заемах, то есть отданные образцы мы отдаем и печатаем какой-то бланк, чтобы мы их отдали, с чем-то соглашается донор, и информация эта фиксируется. Следующее, это отслеживание транзакций, любые, значит, операции с гербарием, прошу прощения, с коллекцией, выдача их в заем, в дар, в обмен, все это должно фиксироваться в базе данных, потому что, ну, заемы, они потом должны вернуться, а какие-то однонаправленные транзакции все равно важно фиксировать для истории и для, ну, какой-то статистики, для документа оборота. Для этого есть еще один модуль. Ну, вывод статистики я уже упомянула раньше, и он здесь есть. Естественно, что к системе нужно задавать запросы, чтобы работать с определенной группой образцов, которые нам интересны, или просто выдать, например, информацию по запросу, то есть инструмент работы с запросом. Потом очень важный модуль – это загрузка пакетом, то есть это загрузка из Excel или из CSV. Не по одному образцу вводить, а сразу пакетом. Потом очень важный модуль – это редактирование в табличной форме. Вот этот очень важный пункт, который Специфайм успешно сделал, то есть отдельные образцы мы редактируем не по одному, вот в этих самых формах, а все-таки можем внутри базы данных зайти, немножко там экспортировать в табличную форму и вот таким пакетным способом отредактировать. Это очень ускоряет работу. Ну и уже упомянутые различного рода приложения, от картинок до документов. Вот так выглядит меню работы с инструментами Специфайм. Ну и, собственно, не только выглядит, но и вот этот перечень, он основные функциональные модули Специфай, он показывает то, с чем вы будете работать и с кем столкнетесь, когда начнете этим пользоваться. Ну и, собственно, что мы предлагаем и приглашаем к сотрудничеству. Зачем? То есть у нас есть инсталляция Специфай-портала на сервере Егорского университета, которому возможен доступ для всех желающих. Ну, мы называем это портал биологической коллекции Северо-Западной Сибири, просто по географическому принципу нам так удобнее. Сейчас здесь находятся шесть коллекций. Вот, посмотрите, две из них в микологической дисциплине относятся к гербарии и фунгарии Лены Звягиной и наш фунгарий. И четыре, это у нас в ботанической дисциплине, но это и гербарии, и бриологическая коллекция. Значит, вот здесь еще я показала в рамочке ссылки на наборы соответствующих коллекций в Gbif. То есть при загрузке в Специфай коллекция живет там, обрабатывается там, и в Gbif она экспортируется автоматически. То есть уже не нужно думать о шаблонах в Excel заполнять, они просто экспортируются в Gbif из этого портала. Ну и зайдя в любую из этих коллекций, помеченных квадратиками, пользователь, вот мы сейчас зашли в фунгарий, югу, пользователь видит перед собой поиск и может выбрать по параметрам интересующие его образцы и скачать. Это то, что касается портала, то есть именно части, которые расположены онлайн для внешних пользователей. То, что для менеджмента коллекций, об этом сейчас расскажут подробнее Николай и Антонина. И там еще больше инструментов, намного больше. Вот то, что я показывала на предыдущем слайде. Ну и, собственно, про «Мы не одиноки», про консорциум, про сообщество людей, я расскажу, значит, международный консорциум Специфай. Я уже в самом начале сказала, что это организация именно для развития этого программного продукта. И Егорский университет с 2019 года мы в этот консорциум вошли на уровень ассоциированного члена, то есть это самый низкий уровень членства, там около 70 тысяч рублей в год оплата идет, но организация может себе это позволить. И таким образом мы получаем техническую поддержку, и мы можем попросить помощь в поддержке в случае необходимости, и они нам ее оказывают регулярно. Ну, в том числе вот сейчас идет локализация этой системы. Дальше, значит, у нас есть еще российская рабочая группа, но пока она у нас была такая неактивная особо-то, но во всяком случае мы знали друг друга. И вот на сайте jb.ru у нас была создана страничка, где была информация о том, что такое Специфай, на русском там был некоторый перевод, и, значит, мы просто такую информационную страничку поддерживали. Еще у нас была Google Mail рассылка, туда можете вы все вступить, и можно там решать вот эти какие-то вопросы по поводу, ну, либо организационные, либо учебные, технические вопросы по поводу работы в Специфай. Затем очень важный момент – это как вступить в консорциум Специфай. Несмотря на то, что стоимость не очень высокая для организации, но там нужны еще формальные со стороны России, конечно, такие вещи, как разрешение из министерства, и как их получить, какие документы подготовить. Мы вот это все собрали, алгоритм – это доступен чек-лист, и можно им воспользоваться, и это значительно, наверное, упростит процесс вступления. Дальше. Наши задачи вот такого сообщества, ну, сообщество я имею в виду российская рабочая группа и при помощи Специфай коллекшн с консорциумом. Для того, чтобы эта информационная система быстрее развивалась у нас в России, нам, конечно, нужны видеоинструкции на русском. Видеоинструкции – это самый простой способ рассказать, показать, научить, и мы их сейчас делаем. Вот сейчас я вот здесь переключилась уже на сайт нашего центра регионального, и в рамочке выделена вкладка Специфай, где все ссылки на существующие у нас материалы по этой теме. И так, я вот там написала, значит, еще раз вернусь. Следующая наша задача – это русская локализация. Она вот уже вроде как готова, но оказалось, что, в общем-то, установить сейчас мы ее еще не можем, надо еще подождать до следующего релиза. Поэтому я показываю сейчас все, продолжаю на английском, но уже недалеко, не за горами, буквально дело месяца другого, и у нас появится просто Специфай на русском языке, и это прекрасно. Ну и вот образовательные курсы вроде этого, хотя вот сейчас я таратура и понимаю, что это уже не усваивается, но в курсе в течение нескольких дней мы сейчас не могли себе позволить, но, может быть, надо об этом подумать. Дальше наши планы. Вот именно в рамках регионального уже сообщества. Здесь мы планируем небольшим, значит, нашим сообществом создание аккаунтов и работы менеджеров в своих коллекциях. Это, в первую очередь, Кандинские озера, Юганский заповедник, Бриологическая коллекция, Гербарий, Югу. Это я уже знаю конкретных людей, которые могут начать работу. Затем, возможно, после этого семинара появятся новые желающие загрузить свои коллекции, и мы рады будем разместить ваши коллекции и предоставить вам права пользователя. Ну, локализация у нас тоже произойдет. Но еще одна такая важная вещь, но пока у нас не хватает, конечно, ресурсов на это, это использовать тот же самый специфай для менеджмента данных, учетов, потому что до сих пор они такие бездомные в виде шаблонов Excel существуют. Нет для них никакого домика информационной системы. Но здесь еще об этом нужно подумать. На этом все. То есть я рассказала немножко, сделала введение, что же такое информационная система, почему это важно, почему не Excel. Потом мы посмотрели на разнообразие информационных систем и в мире, и в России немножко, кто чем пользуется, почему специфай поняли, ну и, собственно, познакомились с начинкой вот этой вот схемы из таблиц 177 специфай, и мы познакомились с инструментами, тем самыми инструментами, лопатами и граблями, которыми будет пользоваться куратор, менеджер своей коллекции. Эти лопаты и грабли, это, например, там, ввод образцов, импорт образцов, печать этикеток, выдача взаем. Вот они реальные инструменты, которые необходимы каждому менеджеру, каждому куратору. Ну и мы будем дальше развивать и российское сообщество, потому что это важно для обмена опытом и учебы, и, значит, наш региональный узел, потому что это вот физический, техническая инсталляция, которая дает возможность вам использовать этот продукт специфай. Спасибо за внимание.